Всем привет! С вами Игорь из SpaceWeb. Решили разместить сайт у нас на хостинге. Сегодня я расскажу, как сделать это в несколько приемов. Для начала нам нужно зарегистрироваться на сайте sweb.ru. Заходим в раздел хостинг. Выбираем тип хостинга виртуальный или реактивный, в зависимости от количества проектов и их мощности. Выбираем тариф. Указываем почту для регистрации аккаунта, нажимаем «У меня есть промокод» и вводим секретный промокод для получения скидки 30%. Соглашаемся с условиями и проходим капчу. Нажимаем «Заказать». Важно заметить, что бесплатное пользование хостингом будет доступно вам в течение 14 дней. В течение пары секунд аккаунт будет создан, теперь вы можете войти в панель управления. Для того, чтобы оплатить услугу хостинга и зарегистрировать домен, необходимо заполнить реквизиты аккаунта. Сделать это можно в разделе «Аккаунт» — «Профиль». Выбираем тип платильщика и заполняем данные, после чего нажимаем «Отправить». После отправки робот автоматически проверит корректность данных и закрепит за вами право владения услугой. Пополнение баланса и оплаты услуг происходит в разделе «Аккаунт» — «Финансы». А мы переходим к следующему шагу — размещению сайта на хостинге. В декабре 2019 года мы обновили нашу панель управления и теперь вам доступна волшебная кнопка «Создать сайт», благодаря которой вы можете развернуть новый сайт в автоматическом режиме. Заходим в раздел «Сайты» и в правом верхнем углу нажимаем на кнопку «Создать сайт». В поле «Имя» вводим сокращенное название сайта. Если у вас будет несколько сайтов на аккаунте, имя поможет вам их друг от друга отличать. Далее выбираем папку, в которой будут храниться файлы сайта и переходим ко второму этапу. На втором этапе у нас есть два сценария развития событий. Вы можете зарегистрировать новый домен для этого сайта. Для этого вводим интересующее нас доменное имя в поле и отмечаем «Зарегистрировать домен». В появившейся форме выбираем персону, на которой будет зарегистрирован домен или создаем новую. После прохождения всех этапов не забываем оплатить домен для завершения его регистрации. Если у вас уже есть домен для этого сайта, вводим имя этого домена в поле и переходим на следующий этап. Важно, если указанный домен зарегистрирован не в нашей компании, то для его прикрепления к этому сайту нужно указать NS-сервера нашего хостинга в панели управления регистратора домена. На следующем этапе у нас есть также два сценария развития событий. У вас уже есть готовый сайт и вы хотите разместить его в файлы на хостинге. В этом случае вы уже создали корневую папку для сайта и прикрепили домен на предыдущих этапах. Поэтому нажимаем «Завершить создание сайта» и переходим к следующей части видео. Если сайта у вас еще нет, выбираем CMS или программу, на которой будет работать ваш сайт. В данный момент я выбираю WordPress и нажимаю «Установить». Спустя несколько секунд WordPress загружен для вашего сайта. На финальном четвертом этапе в панели управления сайта вы можете указать дополнительные настройки для сайта по необходимости, например, версию PHP или кодировку сайта. Сейчас же для завершения установки справа нажимаем на многоточие, выбираем пункт управления программой, заполняем поля, название сайта, пароль и логин для входа в панель администратора WordPress. Эмейл для уведомлений и нажимаем «Установить». WordPress установлен, теперь можно войти в админку. Админка работает и сайт работает. Если у вас уже есть файлы на локальном компьютере или на другом хостинге, самое время перенести их на Hosting Space Web. Самый простой способ сделать это – воспользоваться встроенным файловым менеджером в нашей панели управления. Для этого заходим в раздел «Хостинг» – «Файловый менеджер». Заходим в папку нашего сайта и перетаскиваем архив с файлами в окно файлового менеджера. Также можно воспользоваться специальной функцией «Загрузить файлы». Есть и другой способ загрузки файлов на хостинг – воспользоваться протоколом FTP. Мы покажем загрузку файлов на примере «Файл Зива». Скачиваем и устанавливаем файл Зива с официального сайта. Далее в панели управления хостингом заходим в раздел «Инструменты» – «ФТП аккаунты». Жмем «Добавить FTP аккаунт». Заполняем поля «Логин» и «Пароль» и добавляем нового FTP пользователя. Открываем файл Зива. В поле «Хост» вставляем адрес, указанный в разделе «ФТП аккаунты». В поле «Логин» и «Пароль» те данные, которые мы указали при добавлении нового FTP пользователя. Номер порта вписываем 21 и жмем «Подключиться». Отлично, соединение успешно. Теперь можете загрузить необходимые файлы или архив в нужную папку, а также выполнить распаковку архива без видимых ограничений. Если ваш сайт использует базу данных, необходимо импортировать данные и в нее. Создадим базу данных. Заходим в раздел «Хостинг» – «База данных». Нажимаем «Создать базу данных». Придумываем имя базы данных и пароль для доступа к ней. Нажимаем «Создать». База данных создана. Нажимаем на троеточие и выбираем «Открыть PHP MyAdmin для редактирования». Вводим заданный в базе данных пароль. В «PHP MyAdmin» выбираем базу данных, переходим во вкладку «Импорт», выбираем «Дамп» для загрузки в базу данных и нажимаем вперед. Мгновение и «Дамп» импортирован в базу данных. Теперь данные вашего сайта расположены полностью на хостинге SpaceWeb. Если у вас сайт использует CMS, необходимо поправить реквизиты подключения к базе данных в соответствующих файлах. Ссылки на конфиг для популярных CMS я оставлю в описании к видео. Например, если у вас сайт на WordPress, то заходим в раздел «Хостинг», «Файловый менеджер». В корневой папке сайта находим файл «wpconfig.php» и открываем для редактирования. Находим и редактируем в файле следующие поля. «dbhost» указываем «localhost», «dbname» указываем имя нашей базы данных, «dbuser» совпадает с именем базы данных, а «dbpass» вводим пароль в базе данных и сохраняем файл. Проверяем работоспособность сайта. Теперь на один сайт в сети стало больше. Если у вас остались вопросы или вам необходима помощь в настройке, обращайтесь по контактам в описании к видео. Спейсвеб поможет вам максимально короткий срок. Поддержите лайком это видео, если хотите видеть больше обучающих роликов с моим участием. Спасибо за просмотр! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова